Привет всем! Многих зрителей нашего канала интересует вопрос, как нам удается круглый год заниматься на улице и при этом не болеть. Все дело в хорошем иммунитете. И именно об этой теме будем сегодня говорить. С вами снова Антон Кучумов. Мы снова на уличной спортивной площадке. А это значит, что пришло время рассказать вам кое-что интересное. Иммунитет. Это способность нашего организма противостоять воздействию чужеродных антигенных агентов. И насколько хорошо развита эта способность, зависит напрямую от того, что мы делаем и чего мы не делаем. Антигены, они как отпечатки пальцев. И именно благодаря им организм может определять, кто свой, а кто чужой. Именно поэтому организм по-разному реагирует на взаимодействие с теми или иными веществами или с теми или иными организмами. Какой-то продукт питания вы можете есть в неограниченных количествах, если с вами все будет в порядке. А другой с первого же укуса вызовет аллергию. Это также касается и различных материалов, например, тканей, из которых сшита ваша одежда. Следует также отметить, что наш иммунитет обладает памятью. Он запоминает те антигены, с которыми сталкиваются в течение жизни, чтобы впоследствии реагировать на них быстрее и эффективнее. Именно это лежит в основе всех прививок. Но стоит помнить, что не все антигены наш иммунитет способен запомнить в принципе. Некоторые он запоминает на несколько лет, а некоторые на всю жизнь. Давайте перейдем от теории к практике. И мы составили перечень вещей, которые необходимо делать или иметь в виду, для того, чтобы повысить уровень вашего иммунитета. Следует сразу оговориться, что нет одной единственной вещи, которая бы помогла вам. А важен именно кумулятивный эффект, то есть все в совокупности. Итак, погнали. Иммунная система взрослого человека весит примерно 1 килограмм. И все это клетки, которые постоянно функционируют, делятся и развиваются, что требует большого количества белка. Именно недостаточное количество белка в рационе, в частности такой аминокислоты, как глутамин, приводит к снижению вашего иммунитета, к подверженству различного рода болезням и заболеваниям. С другой стороны, клеткам нужен не только белок, им также нужна и энергия. Поэтому важно обеспечить организм также и углеводами и жирами. Если вы заметили, что у вас иммунитет сбоит, обратите внимание на то, как вы питаетесь. Не секрет, что сейчас мы живем в крайне агрессивной внешней среде. И наш организм, помимо столкновения с различными бактериями и вирусами, постоянно входит в контакты с другими антигенами. Это и еда, и домашние животные, и чистящие средства, и различные лекарства, и так далее, и так далее. И все это, естественно, распыляет внимание вашей иммунной системы, не даваясь сосредоточиться на действительно важных вещах. Поэтому очень важно привить себе простые правила гигиены. Хотя бы мойте руки тщательно с мылом, умывайте лицо, когда возвращаетесь дома с улицы. Если вы заметили, что ваш организм странно реагирует на какой-нибудь продукт, то мой вам совет, что-то с этим надо сделать. Потому что ежедневный контакт, он провоцирует вашу иммунную систему на ответную реакцию. Кроме того, что еще тратит ее силы. И эта ответная реакция будет нарастать по мере того, как будет накапливаться информация об антигене в организме. Также следует обратить внимание на необходимость вылечивания всех хронических болезней. Потому что такие хронические инфекции, как кариес или заболевания желудочно-кишечного тракта, они постоянно находятся в вашем организме, постоянно отнимая силы от иммунной системы и снижая общую способность организма противостоять внешнему воздействию. Как избыточный, так и недостаточный вес оказывают негативное влияние на состояние иммунной системы организма. Люди с ожирением больше подвержены различным инфекционным заболеваниям, кожным болезням, у них уже заживают раны и так далее. В то же время, хронический дефицит веса или резкое его снижение также является очень большим стрессом для организма и не дает возможности иммунной системе функционировать нормально. Закаливание Закаливание – это помещение организма в состояние стресса. А любой живой, нормально функционирующий организм, когда он попадает в стрессовую ситуацию, начинает перестраиваться, потому что ему нужно стать лучше, чтобы справиться с этой стрессовой ситуацией. Поэтому в общем плане закаливание, естественно, будет благополучно сказываться на состоянии вашей иммунной системы. Если вы занимаетесь на улице круглый год, то это также является своего рода закаливанием, потому что, начав заниматься летом в хорошую погоду, температура будет постепенно снижаться. Таким образом, зимой, когда будет минус 20, это не будет для вас резким переходом. Вы будете уже готовы к такому изменению погоды. Однако стоит сказать, что здесь самое главное – это постепенность процесса. Слишком высокий одномоментный уровень стресса или, наоборот, хронический постоянный стресс требует от организма перестройки всех систем и их адаптации. У него просто нет времени на гиперкомпенсацию, на восстановление и рост, потому что он постоянно находится в стрессовой ситуации. И это будет приводить скорее к отрицательному результату, чем к положительному. Тренировки развивают иммунитет по той же схеме, что и закаливание. Вы даете организму стресс, временное восстановление, он становится лучше. Здесь также есть и дополнительные бонусы. Во время тренировки у вас улучшается работа сердечно-сосудистой системы, происходит гормональная регуляция, повышается метаболическая активность и еще много всего хорошего, о чем мы обязательно расскажем в каком-нибудь из следующих видео. Однако, здесь снова стоит помнить о том, что слишком высокий уровень нагрузки на тренировки, он, наоборот, приводит к снижению, пускай и временному, иммунитета. Поэтому, если вы планируете выложиться по полной, то обеспечьте себе достаточное временное восстановление Я думаю, не нужно всем объяснять о том, что недостаточное количество сна, хронические недосыпы, все это отрицательно сказывается на вашем иммунитете и на способности противостоять внешним воздействиям. Поэтому, спите, высыпайтесь, старайтесь использовать свободное время для того, чтобы поспать. Не нужно сидеть в Википедии до 2 часов ночи или смотреть очередную серию сериала «Вечером перед сном». Лучше поспите подольше, и ваш организм скажет вам спасибо. Вы должны понимать, что если вы находитесь в окружении, которое постоянно на вас давит, это давит и на ваш организм. Все вот эти стрессы на работе, переживания по поводу оценок в школе или в университете, опять же, сложные отношения, все это негативно сказывается на вашей иммунной системе. Очень важно иметь те вещи, которые поднимают вам настроение и приводят к состоянию спокойствия. Вы можете слушать музыку, читать книги, смотреть фильмы, заниматься спортом. Не важно, но чем более вы спокойны, чем более вы уравновешены, тем больше силы у вашего организма и иммунной системы. Лук, чеснок и другие народные средства. Да, они действительно работают. Отчасти благодаря фитонцидам, которые в них содержатся, отчасти благодаря биологически активным веществам, которые положительно сказываются на организме. С другой стороны, как я уже говорил ранее, нет одного единственного способа повысить ваш иммунитет. Поэтому все работает в комплексе. И если вы постоянно, регулярно едите лук, чеснок, добавляете их в пищу, не забывайте и о других пунктах нашего сегодняшнего списка. И тогда все будет в порядке. Вот мы и добрались до последнего пункта в нашем списке. И он далеко не самый простой. Речь идет о поездках на море, поскольку соленый воздух оказывает общее благоприятное воздействие на организм и на состояние иммунной системы. Стоит, правда, заметить, что это воздействие достигается при достаточно большой продолжительности, начиная от двух-трех недель. Если же у вас нет возможности выбраться на море, то попробуйте найти путевку в дом отдыха, расположенный в Квойном лесу, на берегу речки. Как я уже говорил ранее, все мы, особенно жители крупных городов, живем в крайне агрессивной среде. И возможность сменить эту обстановку на несколько недель будет положительно сказываться на вашем организме просто за счет того, что он избавится от необходимости контактировать со всеми этими стрессовыми агентами. Ну вот, наверное, и все основные средства, которые позволят вам укрепить ваш организм, стать более здоровыми и без проблем проводить тренировки на улице круглый год. Все остальное, что осталось за кадром, я имею в виду различные аптечные средства, БАДы, витамины, соки, эвкалиптовые свечи, я не знаю, серебряные шары, что еще только можно придумать. Если все это собрать вместе, то совокупный эффект от этого будет меньше, чем просто от нормализации вашего питания, нормализации вашего сна и приведения в порядок всего распорядка дня, чтобы вы меньше стрессовали там на работе, на учебе, неважно. Поэтому тратить ли это свои деньги на все эти штуки, решать вам. Мы занимаемся на улице, ищем простые пути решения любых проблем, которые бы не требовали от вас никаких финансовых затрат. Поэтому лично я это все не использую, и остальные ребята тоже, так что, если кому интересен наш опыт, вот как-то так. На этом все на сегодня. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, что оно оказалось вам полезным. С вами был Антон Кучумов, канал Workout Fitness городских улиц, и увидимся в следующих роликах. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, какие темы было бы интересно, чтобы мы осветили, а мы постараемся подготовить материал. Все, пока!